МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗНАТОКИ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ! Вновь сердечно приветствую вас за этим круглым столом. Старайтесь в жизни своей стремиться к добру и удаляться от всякого зла. Святой апостол Яков так говорит нам об этом. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудростью и кротостью. Пусть Бог благословит ваши добрые начинания. Бог вам помочь. Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня на нашем телеконкурсе знатоков православной культуры зерной истины необычный день. Можно сказать, медицинский консилиум ведущих специалистов здравоохранения Крыма. Потому что сегодня мы познакомимся с командой Евгения Сергеевича Крутикова. Все они члены общества православных врачей Крыма имени святителя Луки. Ну что же, давайте познакомимся с ними более подробнее. Татьяна Андреевна Шевченко, судебный психиатр. Валерий Иванович Садовой, кардиолог. Татьяна Юрьевна Бабич, заведующий перинатальным центром. Владимир Алексеевич Белоглазов, иммунолог. Петр Михайлович Клименко, заслуженный врач Республики Крым. Анна Олеговна Матежова, врач-ординатор. И сейчас я представляю капитана команды, профессора, доктора медицинских наук Евгения Сергеевича Крутикова. Я напоминаю, что в прошлом сезоне эта команда выиграла, можно сказать, с разгромным счетом 7-0 у телезрителей и вырвалась вперед в своей лиге. Посмотрим, удастся ли им повторить свой предыдущий результат, чего мы им, конечно же, желаем. Равно, как и вам, дорогие телезрители, желаем, чтобы сегодняшняя наша встреча на телеэкранах была не просто интересной, а самое главное, душеполезной. Ну что же, сейчас первый вопрос для своей дружной команды выберет Татьяна Андреевна Шевченко. Вопрос номер два. Итак, это вопрос один за всех и все за одного. Кто же сейчас останется за конкурсным столом? Пока вы решаете эту проблему, я выйду к вам. За конкурсным столом остается профессор Петр Михайлович Клименко. Еще раз добрый день, Петр Михайлович. Добрый день. Вам уже доводилось в такой ситуации пребывать, когда один за всех и все за одного, за конкурсным столом? В прошлый раз вы отвечали? Да. И в этот раз решила команда на переправе врачей не менять. Не хотим рассказать. Ну что же, три вопроса по 20 секунд размышления на каждое. Выбираем? В священном писании или священном предании апостолы имеют не только имена, но и другие наименования. Например, апостол Андрей, Андрей Первосванный, Иоанн и Яков, сыны Громовы, Фома, Дидим и Близнец. А как Христос назвал старейшего апостола Симона? Ты, Симон, Петр, мой тезка, и на сем камни созишь до церкви. Камень. И врата ада не одолеют ее. Ну что же, абсолютно верно. Выбираем второй вопрос. Что прежде всего предложил соблюсти Христос в своем ответе богатому юноше? Когда он подошел к нему с вопросом, что делать, чтобы спастись? Ну, вполне закономерный вопрос, который каждого одолевает, ну, из желающего спастись. 20 секунд размышления. Что прежде всего сказал сделать Христос? Соблюдай заповеди и раздай богатство свое. Абсолютно верно. Но я, правда, предупрежу, что здесь досрочных ответов не бывает. Если вы ответили досрочно, то это сделали абсолютно безвозмездно, в общем-то, как всегда наши врачи поступают. Ну и следующий, завершающий вопрос календарный, пасхальный. Первое воскресенье после Пасхи как называется? Анти-Пасха. Совершенно верно. Даже гонг не успел зазвенеть, как прозвучали все ответы на полученные вопросы. Поэтому давайте посмотрим сейчас на счет, который отобразился на мониторе. Счет 1-0. Вашу пользу. Что я хочу вам пожелать? Чтобы этот нолик задержался там до конца игры, до седьмого вопроса. Спасибо вам. Успехов вам, пожалуйста. По удару гонга Валерий Иванович Садовой выберет второе задание для своей команды. Валерий Иванович, кандидат медицинских наук, заведующий кардиологическим диспансером, главный кардиолог Крыма. Вопрос номер 5. Ну, конечно, компьютер не выбирает, кому какие вопросы. Вам, конечно, попался сейчас вопрос из номинации даже не абитуриентов медицинской академии, а абитуриентов медицинского лицея, скажем так, при медицинской академии. На латыни это слово звучит как корпус. На английском языке – бодни, на французском – каркасе. Как это слово связано с одним из таинств в христианстве? Время. Тело. Тело. Причищение. Причищение, да. Досрочный, можно ответ? Вы имеете возможность ответить досрочно. Отвечает Валерий Иванович Садовой. Ну, все те слова, которые вы назвали, в переводе означают «тело». И, скорее всего, что речь идет о таком таинстве, как причищение. Кушение тела Христового. Мне что остается только сказать, что этот вопрос задавала нам участница команды Евпаторийского института социальных наук Олеся Каличина. И вы ответили правильно. Поэтому счет становится 2-0. Третий вопрос выберет для своих коллег Татьяна Юрьевна Бабич. Татьяна Юрьевна доктора медицинских наук, заведующий перинатальным центром Республики Крым, профессор кафедры акушерства и гинекологии Медицинской академии Георгиевского Крымского федерального университета имени Вернацкого. Вопрос номер 6. Анатолий Белкин из города Москва, автор этого вопроса. Один из новозаветных апокрифов рассказывает о святом, показавшем индийскому царю эскиз прекрасного дворца. Царь выдал ему несметные деньги на строительство. Но, как это часто бывает со строителями, дворца построено на земле не было. Поскольку, и это уже не часто бывает со строителями, святой раздал эти деньги нищим, проповедуя слово Христова, за что и был посажен в тюрьму. Но тут воскрес брат царя и рассказал, что видел построенный этим святым храм. Внимание, уважаемые знатоки, через одну минуту скажите, где видел он этот храм. Время. Сложный вопрос. Во сне. Не во сне. Может, в Иерусалиме где-то он видел этот храм? Где он видел храм, в котором все есть и лучшее, о чем мы можем думать, это только в раю бывает. Он видел это в раю. Он святой. Он пришел. Ну да, он пришел оттуда, правильно. Он же говорит, что воскрес, и вот он увидел. Да, досрочный. Давайте. Вопрос, где он это видел? В раю. В раю. Да. Два варианта, либо в раю, либо в сне. В раю. В раю. В раю, точно. Досрочный ответ. Хорошо, давайте. Досрочный ответ. К сожалению, досрочно уже не получится, но вы можете ответить абсолютно безвозмездно и раньше времени. Либо еще посовещаетесь. Уже посовещались. Посовещались. Да, посовещались. Отвечает профессор Клименко, Петр Михайлович. Храм, в котором счастье, в котором все лучшее, что можно быть у человека, о чем он мечтает, может быть только в раю. И поэтому он видел этот собор, он видел в раю. Ну, там не сказано, что это был собор. Не собор. Дворец. Дворец. Ну, нет, там было сказано, что это храм. Да. Да, посмотрите на монитор, и вы увидите там счет 3-0. Для вас поет Ксения Риндюк, наш сосед. А все это потому, что я объявляю музыкальную перемену. Как теперь мне веселиться, мне грустить от разных бед? В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Утром зазвонит будильник, не будильник ни к чему, потому что доверяю я соседу своему. Рано утром на работу он меня разбудит срок. У него свои заботы начинаются урок. На работе день проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу во дворе, выводит он мелодии опять. Целый день пенсионеров развлекается толпа. Спорят, что теперь играть на кларнете или труба. Па-па-па-па-па-па-па-па И кто музыку не любит, очень злятся, ну и пусть. Но зато мы эти песни заучили наизусть. Я все больше привыкаю и, поверьте мне, друзья, никогда не засыпаю, если не услышу я. Па-па-па-па-па-па-па-па Напоминаю, счет 3-0 и четвертый вопрос выберет для своей команды Владимир Алексеевич Белоглазов. Владимир Алексеевич Белоглазов, доктор медицинских наук, профессор. Он заведует кафедрой внутренней медицины номер 2 Медицинской академии имени Георгиевского Крымского федерального университета имени Вернадского. Кстати, я еще забыл сказать, что практически все сегодняшние знатоки, мужчины, они являются еще и алтарниками академического храма имени Святителя Луки, который находится на территории Медицинской академии. Вопрос номер 7 Это телевизионный вопрос, который записал к нам протеорей Алексей Остапов. Ему не нужно было отправлять его по адресу www.zantaki.artox.ru Как можете это сделать вы, уважаемые знатоки, поскольку отец Алексей является членом совета старейшего нашего конкурса и его редактором. Внимание на экран. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, я протеорей Алексей Остапов. В Российской империи существовали полковые храмы. В этих храмах молились священнослужители. Каждое важное действие какой-либо воинской части сопровождалось служением молебна. Например, армия собиралась в поход. Служили молебен святителю Николаю Чудотворцу. Скажите, а в случае принятия в строй нового самолета, какому святому молились на молебне? Итак, уважаемые знатоки, у вас минута на размышления. Досрочный ответ. Досрочный ответ, пожалуйста. Отвечает профессор Белоглазов Владимир Алексеевич. Мы считаем, что это молебен пророку Ильи, который вознесся на колеснице в небо. Поэтому, скорее всего, с авиацией может быть связан именно этот святой. Внимание на экран. Это был телевопрос. Внимание, правильный ответ. Это святой пророк Божий Илья. И вот теперь вполне закономерно можно объявить счет 4-0 в пользу команды знатоков православной культуры. И пятый вопрос выберет для своей команды Петр Михайлович Клименко. Петр Михайлович заведует курсом урологии. Он доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Республики Крым. Ну и блестяще ответил на три вопроса за всю команду. Номинация «Один за всех и все за одного». Вопрос номер один. Встречаем выносной вопрос от Леонида Климович. Город Гомель, Беларусь. Уважаемые знатоки, перед вами фотография церкви Спаса. Церковь каменная, построена во второй половине XII века, что для той поры достаточно было редко. В западной стене церкви устроена лестница, ведущая на хоры. По обеим сторонам хор помещаются две небольшие кельи. В одной из них подвязалась преподобная Ефросинья Полоцкая, а в другой – ее сестра Евдокия. Через одну минуту вам предстоит сказать, о какой форме были эти кельи. Время – одна минута. Форма. Какая форма была у этих кельей? Форма, форма, форма. Форма кельи. Кельи с двух сторон от входа, да? Какие по форме. Посмотрите, она полукруглая. Может, форма креста? Кельи с двух сторон от входа. Может, форма креста? Где она есть? Форма креста. Крест, может, креста. Да, все равно ничего другого не продает. Форма, это крайне геметричная. Может, крест и вертение креста. Правильно, правильно. Крест и… Форма креста. Татьяна Андреевна. Да, Татьяна Андреевна. Форма креста. Давайте другие еще варианты. Ну, давайте. Мой ответ – форма креста. Да. А какие, в принципе, формы? Нет, тут, в принципе, заходишь и на две кельи делятся. То есть, оно все будет… То есть, у нас форма кельи. Но сама по себе вот эта форма, которая на право-нолево, скорее всего, что и кельи тоже. Ваше время истекло, уважаемые знатоки. Отвечает Татьяна Андреевна Шевченко. Мы посовещались. Наш ответ будет форма креста. И ваш ответ является абсолютно правильным. 5-0. Конечно, преподобный Ефросинья Полоцкая, крест, преподобный Ефросинья, великая святыня русской православной церкви, в какой еще келье могла совершать свои молитвенные подвиги эта великая угодница Божия? Шестой вопрос. Анна Олеговна Матежова, врач-ординатор кафедры неврологии и нейрохирургии Медицинской академии Неми Георгиевского Крымского федерального университета имени Вернадского, будет выбирать по Кудару Гонга для своей команды. В недавнем прошлом Анна Олеговна была постоянным участником студенческой команды Медицинской академии. Анна Олеговна, откройте тайну, где труднее? С врачами, профессорами? Со студентами. Или со студентами. Труднее или легче? Нет, со студентами труднее. Почему? Ну потому что за те игры на мне лежала прямая ответственность. А, ну а сегодня вы на ректора все перебросили. Ну да. То есть на капитана. Тогда я должна была собирать команду, репетировать, готовиться. А сейчас я просто участвую, получаю удовольствие от игры, от такой замечательной команды. Спасибо, Господи. Спасибо. Вопрос номер четыре. Встречаем загадочный ларец от Леонида Климовича. Анна Олеговна, вот есть такое издание, называется «Вокруг света». Доводилось ли когда-нибудь держать вам его в своих руках? Ну, в электронной версии. В электронной версии. Да, да. Я надеюсь, что когда-нибудь и впечатный журнал, старинный, в 1961 году, если я не ошибаюсь, он отметил свое уже столетие. Можно посчитать, сколько ему уже лет. И издается по сей день и пользуется большой популярностью среди читателей. Так вот, статья в журнале «Вокруг света» о возможном печальном будущем европейской семьи. Кстати, вы были когда-нибудь в Европе? Я? Да. Конечно. И где? Ну, это много перечислять надо. В Германии, в Австрии, в Чехии была, в Хорватии. Так вот, я надеюсь, вы присматривались там к европейским семьям, будучи уже семейным человеком. Так вот, статья о возможном печальном будущем европейской семьи была озаглавлена так. Без кольца и без… Внимание, без чего? То, что лежит в загадочном ларце, напоминаю. Время – одна минута. Здесь есть варианты, либо опять-таки крест, без креста… Без конца. Без венца. Без венца. 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 Терновый венец – печаль. Нет, почему? Почему? Я же молчу. Я сказал свое мнение. Семья, но венец именно тоже крещение. Без конца? Может быть, без начала? И без начала. Нет, нет. Какой здесь может быть начало? Кто может там быть? Что печаль может быть? Уже более чем… Нет, нет, нет. Не было там печаль. Без венца. Без венца. Печальный конец европейского содружества. Печальный конец. Ну, венец. То есть, венец, который… Венец, да. Венец. По логике, это… Да, венчание без венца и без венца. Вот это в Париже потерял тот самый венец. Вот поэтому… Ну, терновый, да. Вполне закономерно, да. Вполне, да. Без венца. И так же они говорят, что европейский… Вот это… Если в альянсах нет, давайте отвечать. Давайте. Если это религия была, а потом во время французской революции она исчезла. Все утеряно. Я буду тогда отвечать. Давайте, конечно. Венец. Итак, уважаемый Евгений Сергеевич, капитан команды, будет ли ответ на этот евроинтеграционный вопрос который вызвал столь жаркие дебаты в вашей команде? Да. Мы считаем… Мы посоветовались и считаем, что без конца и без венца. Слово «венец». Без кольца и без венца. Венца. Ну что же, ответ очень близок к своему логическому завершению. Для этого нужно только попросить распорядителя зала открыть загадочный ларец и достать из него драгоценное содержимое. Венец. Супружеский венец. То есть без светского и церковного брака. Так называлась эта статья. Без кольца и без венца. Читайте журнал «Вокруг света». Супружеский венец. Супружеский венец. Супружеский венец. Супружеский венец. Супружеский венец. Поблагодарим автора вопроса за него. Это Леонид Климович из города Гоми. Счет становится 6-0. Ну а сейчас настал черед седьмого вопроса. Но капитану команды, доктору медицинских наук Евгению Сергеевичу Крутикову, профессору завкафедрой пропедевтики внутренней медицины, директору медицинской академии Георгиевского. Не придется его выбирать, потому что этот вопрос будут задавать вам учащиеся таврической духовной семинарии. Возможно, кто-то из них будет будущий священнослужитель. Внимание на сценическую площадку. Вопрос на заданную тему. Два человека находились в темнице. Одного из них управитель забрал к себе веночерпием. После этого утром управитель проснулся и хотел услышать толкование на сон, который ему приснился. Но мудрецы не смогли этого сделать. Тогда веночерпий вспомнил, что с ним был еще один заключенный, который в свое время истолковал ему сон и рассказал об этом управителю. Управитель велел его позвать. Заключенный растолковал ему сон, после чего управитель сделал своим ближайшим помощником. Дорогие знатоки, внимание, вопрос. О каком ветхозаветном событии идет речь? Итак, уважаемые знатоки, по удару гонга у вас будет ровно одна минута для того, чтобы ответить, что бы все это значило. Да, ну то есть трактовался, по-моему, ветхозаветный Моисей, да? Нет. Вообще, вот Иосифа в Египет, да? И потом, так сказать, все семьи. Значит, кто из них трактовал? Моисей и Арон вывели евреев из Египта. Значит, ну, по-моему, наверное, все-таки Моисей, да? Ну, хотя кто-то еще между Иосифом и Моисеем. Семь коров, они перед голодом, он как-то трактовал, что будет голод. Нет, Соломон, это, значит, Иосиф. Вопрос, как звучал? Да, то есть, кто трактовал сны? То есть, это вопрос трактовки. К этому ветхозаветному событию посвящается эта сценка, да? Да. То есть, посвящается тому, что Моисей трактовал. Моисей лидер. Ну, события еще минуту берем, да. Еще минуту берем. Еще минуту, мы берем еще минуту. Есть у вас такая возможность? Время пошло. Да. То есть, это нахождение в Египте. Значит, трактовка снов фараона. Фараону. И предсказание вот этих бед, которые, так сказать, на них. Он предсказал беды и стал первым помощником. Да, нет, и поэтому потом отпустили, то есть, разрешили покинуть. Моисей трактовал сны фараону и предсказывал. Вот, ну, Моисей, вот, или я не помню, да, потому что Моисей вывел. Хорошо, давайте, какие варианты? Еще святые. И Иосиф, Иосиф там был с семьей. Кто его? Отец Яков, Иосиф. Вот, братья, двенадцать братьев. Вот, поэтому... Ну, то есть, это событие, это трактовка снов фараону, да? Фараону, да. Да, а трактовал, получается, ну... Тот трактовал с ветхозаветных. Да, да, да. Ну, тогда вы будете отличать, да, Моисей Иосифович? Попытаетесь? Да. Ну, да, я все-таки Иосиф, да. Иосиф? Да, Иосиф, а его сын Моисей. Уважаемые знатоки, уважаемый капитан, кто ответит на этот вопрос? Отвечает профессор Белоглазов Владимир Алексеевич. Мы считаем, что данный сюжет связан с нахождением бога избранного народа, евреев, в Египте. И, значит, связано с именем ветхозаветного пророка Иосифа, вот, и его семьи, которая находилась в Египте, и предсказаний сна фараону, вот, и последующим, так сказать, вот, исходом евреев из Египта в землю обетованную. То есть, по нашему мнению, именно Иосиф предсказывал сны фараону и обладал свойством трактовать сны. Вот, ну, а уже его сын Моисей, и так как Моисей, значит, у него было, так же, как у меня, дефекты речи, значит, и с Сароном они уже вывели народ израильский из Египта. То есть, мы, наверное, все-таки вот такой версии трактовки данного сюжета. Да, очень большая трактовка у вас получилась, огромный корпус ветхозаветных сюжетов. А теперь давайте обратимся к представителям ваших юных оппонентов, учащихся в Таврической духовной семинарии. Ну, скажем, не оппонентов, а коллег, наверное, по Клубу знатоковой православной культуры. Что же они хотели показать вам сейчас? Внимание, ответ. Речь идет об освобождении сына Иакова Иосифа из темницы фараона. Счет становится 7-0 в пользу команды знатоков православной культуры. И на этой радостной ноте я объявляю музыкальную перемену. Для вас поет Анна Михалева «Мама-мамочка». Как жаль, что наши дни летят. Увы, с безумной скоростью нельзя Перелистать назад страницы этой повести. Порой, меняя города, Несет судьба упрямая. Но мы опять спешим туда, Где будем рядом с мамою. Мама-мамочка, родная, любимая, Мама-мамочка, сердечко ранимое, Мама-мамочка, не плачь темной ноченькой. Мама-мамочка, с тобой твоя доченька. Как жаль, что нежные слова Вновь будут недосказаны. Но все мы нитью волшебства Навеки с мамой связаны. Ценить мы будем каждый миг И встречи ждать с волнением. У нас с тобою на двоих Одно сердцебиение. Мама-мамочка, родная, любимая, Мама-мамочка, сердечко ранимое, Мама-мамочка, не плачь темной ноченькой, Мама-мамочка, с тобой твоя доченька. Мама-мамочка, не плачь темной ноченькой, Мама-мамочка, с тобой твоя доченька. Уважаемые знатоки, вам предстоит сейчас Через несколько секунд выбрать Самый интересный на ваш взгляд вопрос, Который попался вам сегодня за конкурсным столом. А в это время представитель Завета Старейшин Протерея Алексей Остапов Скажет, кто же сегодня был лучшим знатоком православной культуры. Семинаристы последнего. Очень хороший вопрос. Мне еще очень понравился вопрос Про форму кельи. Удивительный, необычный совершенно. Мне тоже понравился. Про кельи? Вот правда. Про Ефросинию и Евдокию. Необычный совершенно. Венец тоже такой интересный. Все вопросы очень непростые, но интересные. По нашему мнению, наиболее интересный вопрос был седьмой. То есть вопрос, который был на заданную тему, И его вам задавали учащиеся в Табрической духовной семинарии. Да. Дорогие друзья, мы очень рады, что вы сегодня участвуете в нашем конкурсе. Это всегда замечательное событие. И сегодня в очередной раз мы выделили прекрасный счет в 7-0. Среди вас, знатоков православной культуры, Мы особо хотим выделить Белоглазова Владимира Алексеевича И вручить ему вот эту книгу «Православные святыни». Ну а семинаристы в библиотеку Таврической духовной семинарии Получат вот эту замечательную книгу «Историка Спасского. Лекции по истории западноевропейского средневековья». Уважаемые телезрители, ну вот и завершились все вопросы, Которые вы прислали на нашу телепередачу к этому дню. Как всегда, наши знатоки будут рады вашим новым письмам, С вашими новыми заданиями. Присылайте нам их по адресу Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь, Почтовый индекс 295-011, улица Героев, Аджамушкая, 9, дробь 11. А наш адрес в интернете www.snotaki.artox.ru Поможет новым командам знатоков потренироваться, подготовиться И принять участие в нашем телевизионном конкурсе. А сегодня вопросов больше нет. До новых встреч. Ангела-хранителя, всем вам. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!